Здравствуйте! В эфире пятый канал в студии Анастасия Мосина. О событиях этого дня и уходящей недели поговорим о главном. Много-много нужно что-то сделать, чтобы было и с детьми, где прийти погулять и просто отдохнуть. Жители Каннска за благоустройство Центральной площади. Накануне комиссия подвела итоги голосования за общественное пространство, которое благоустроят в первую очередь в следующем году. Мы сняли эту социальную нагрузку, и дети наши с удовольствием будут сходить сюда. Маленькие жители Георгиевки спустя 8 месяцев снова пошли в детский сад. Там состоялась официальная церемония открытия нового здания для дошкольного учреждения. Первый мяч. Там с мясом у нас. Дальше идет у нас чак-чак. Баурсаки, мойши и блины фаршированные яблоки. Чем еще угощали своих гостей каннские татары в день национальной татарской кухни. И в начале выпуска происшествия накануне в вечернее время в одном из частных домов Каннска вспыхнул пожар. Сообщение на центральный пульт пожарной охраны поступило около 20.00. Незамедлительно на тушение выехали несколько единиц техники и 10 человек личного состава Каннского пожарно-спасательного гарнизона. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось чуть меньше часа. Но, несмотря на все их усилия, не обошлось без жертв. Руководителем тушения пожара установлено, что происходит горение внутри одноэтажного жилого деревянного дома. А внутри, возможно, находится мужчина. Звеном ГДЗС был обнаружен в доме погибший мужчина 1963 года рождения. Предварительная причина пожара – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических нагревательных приборов. К другим темам. Жители Каннска проголосовали за благоустройство площади имени Коростелева. Большинство, как и в прошлый раз, отдали предпочтение месту отдыха в центре города. В голосовании за выбор территории для благоустройства в 2020 году приняли участие более 3000 человек. Итоги подвели на этой неделе. Со значительным перевесом победу одержала центральная площадь. За нее отдано 1277 голосов. Вторую строчку в рейтинге заняла площадка возле восхода – молодежный сквер. А третьим стал сквер «Ленинские горки» по улице Декабристов. Сквер «Предмостный» и сквер «Художественный» не вошли в тройку лидеров. Благоустройство будет проведено по программе приоритетного федерального проекта формирования современной городской среды. Всего за два года реализации этого проекта в Канске приведены в порядок около 50 дворов – центральный парк и привокзальная площадь. В 2019 году продолжится благоустройство парка и начнут заниматься сквером в поселке строителей. Отремонтируют 20 дворов и внутриквартальные проезды. Уже сейчас специалисты планируют приступить к разработке дизайн-проектов для центральной площади и обсудить их с общественностью. Благоустраивать Канск будут с учетом мнения его жителей. С предложениями проектировщиков и архитекторов каждый желающий сможет ознакомиться на общественных слушаниях. Дата пока не назначена. Там же горожане смогут высказать и свои предпочтения. Какой жители Каннска видят центральную площадь? Для того, чтобы узнать их точку зрения, мы вышли на улицы города. Побольше зелени. А так, мне кажется, все нормально. Много что нужно сделать. Во-первых, благоустроить это все надо. Ну что это прям целая сковородка, не растения. Если цветы, то всегда какие-то, ну извините, никакие. Все это надо сделать, чтобы был действительно отдых, а не что попало. Много-много нужно что сделать, чтобы было и с детьми, где прийти погулять и просто отдохнуть. А где здесь детьми отдыхать? Здесь нету детям ничего поиграть в такое. Чтобы покрасивее было. Они вот эти ломаные лавочки стоят. И этот позорный фронтан. И больше ничего. Придешь на площадь и стыдно смотреть. Почти год георгиевские дошколята не посещали свой детский сад. После проверки Роспотребнадзора за несоответствие с Анпином и требованиям садик закрыли. Заниматься с детьми в стареньком здании было просто небезопасно. Все это время порядка 40 ребятишек сидели дома. И вот накануне в Георгиевке состоялось открытие нового детского сада. Как удалось в столь короткий срок решить проблему? Расскажем в сюжете далее. Никто не верил, что эту красную ленточку перережут так скоро. Всего 8 месяцев ушло у районных властей на то, чтобы решить проблему в одном из самых крупных сел Каннского района. Когда в прошлом году Георгиевский детский сад закрыли, казалось, что теперь сельская ребятня надолго останется без дошкольного образования. Те, кто должен был пойти в сад в 2018 году, остался дома. А те, кто должен был его заканчивать, уже и не надеялся, что пойдет в него вновь. Сколько было у нас мнений, столько было. И у каждого свои позиции были тяжелые здесь в поселении. Но сегодня я надеюсь, что мы сняли эту социальную напряженность. И детки наши с удовольствием будут сходить сюда в такое тепло. И не боясь, что у нас где-то упадет потолок или еще что-то на них. Или штукатурка. И действительно, воспитатели и родители рассказывают, бывшее здание детского сада уже сложно было поддерживать. Там буквально некуда было вбить гвоздь. После закрытия в администрации Каннского района решили обратиться к краевым властям. И те посоветовали перепрофилировать часть помещений общеобразовательной школы под дошкольное учреждение. Такая практика встречается. Ведь зачастую школы на селе укомплектованы не полностью. Сначала думали, конечно, не пойдет. Но все-таки при переделке все устаканилось. И все стало нормально. Переделали начальные классы в детский сад. И как бы все стало хорошо. Там, где располагалась начальная школа, теперь полноценный детский сад. Раздевалки с кабинками, комнаты, где ребята занимаются, спят и кушают. Медицинский кабинет. Нет только пищеблока. Обеды для ребят готовят в школьной столовой. К открытию обновили всю материально-техническую базу и закупили много новых игрушек. Закуплены игровые модули для мальчиков, для девочек. Новые машины, новое спортивное оборудование, музыкальные инструменты. Все, что необходимо нам для занятий с ребятишками. Несмотря на то, что дети посещают детский сад с 12 февраля, они успели подготовить номер на открытие своего садика. Волнение не только в глазах воспитанников и их наставников, но и в глазах родителей, которые пришли на праздник. Ведь они ждали этого момента, может быть, сильнее даже, чем их дети. Дети очень рады, потому что они очень соскучились друг по другу. То есть их не хватало общения. Тут они развиваются, играют, то есть вместе дружат. Но они очень рады. С удовольствием идут в садик? Да. У нас очень много новеньких детей, которые первый раз вообще посещают детский сад. И они очень рады. Новый Георгиевский детский сад, несмотря на то, что такой светлый и просторный, не может принять всех ребятишек села в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодняшний день его посещают 24 ребенка. В то время как еще порядка 15 ждут своего места. В администрации Каннского района сейчас думают над тем, как ликвидировать очередь. И тут мнения чиновников и жителей совпадают. В Георгиевке необходимо строить еще один детский сад. И, может быть, тогда здесь будут рожать еще больше ребятишек. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, телекомпания «Каннск», 5 канал. Именитые факелоносцы, счастливые зрители и память на всю жизнь. В Красноярском крае прошла эстафета огня зимней универсиады 2019. Норильск, Тура, Кодинск, Енисейск, Каннск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назарова, Железногорск и Девногорск. 12 городов региона встретили и передали дальше эстафету огня. Сегодня ее встретил Красноярск. Началось все у главного корпуса Сибирского федерального университета. Около полудня на специально построенную сцену внесли лампаду с пламенем студенческих игр. Первым факелоносцем стал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейраанов. Всего же в эстафете приняли участие 70 человек. В общей сложности они пробежали 11 километров. И это самый длинный этап эстафеты. На протяжении всего маршрута праздничную колонну встречали тысячи жителей и гостей Красноярска. Такое событие в городе у нас бывает нечасто. Для нас это прямо что-то такое вау. Волнение в груди, когда огонь подходил. Мы прям такие кричали, переживали, но все очень прекрасно нам понравилось. Вообще эмоции сильные, конечно. Все мне от души, все хорошо, мне кажется. И все наши, и все зарубежные страны будут радоваться этому празднику. Мне очень понравилась эмоция, куча, потому что все такие бегут, все такие классные, улыбаются. И мы машем, они нам в ответ такие радостные. За всем, что происходило сегодня в Красноярске, зрители телеканала Енисей могли следить в прямом эфире. В течение трех часов наши коллеги транслировали праздничное мероприятие. И уже завтра в это же время состоится прямая трансляция церемонии открытия универсиады. Во второй части выпуска мы расскажем вам о том, какие предметы для сдачи ЕГЭ выбрали выпускники в этом году. О том, как в Каннске впервые прошел день татарской национальной кухни. И об очередных успехах нашего коллектива «Хэппи-фит». Не переключайтесь. Создавайте праздничное настроение вместе с гипермаркетами «Алея». Шоколад дав молочный с цельным фундуком. 90 граммов со скидкой 36%. Всего 74,90. «Алея» – большой выбор низких цен. Сегодня очень много говорят о расколе в православной церкви. По мнению экспертов, это наиболее крупные за последние тысячи лет. Что мы знаем о расколах? Почему они происходили? Почему возник нынешний раскол? Что он означает для простых мирян? Чего ждать верующим здесь, в Сибири? На эти непростые темы говорили красноярские журналисты Ирина Долгушина и Сергей Щеглов с митрополитом Ачинским и Красноярским Пантелеймоном. Смотрите программу из цикла «Встречи с митрополитом» на Пятом канале в эти выходные в 19.00. Раскол произошел не в церкви. Скорее всего, это процесс очищения истинного православия от того, что накопилось за столетия православия. И в то же время это проба, как на драгоценных металлах, которая показывает поддельное православие. Выпускники 11 классов во всю готовятся к сдаче единого государственного экзамена по выбранным предметам. Сделать такой выбор и написать заявление им нужно было до 1 февраля. Также стало известно о некоторых изменениях. Теперь выпускники могут выбрать только один из вариантов экзамена по математике – базовый или профильный. В прошлом же году можно было сдать оба варианта. Так, выбор 11-классников Канска разделился практически поровну. Профильный уровень математики изъявили желание сдать чуть больше 46% ребят. Остальные будут сдавать базовый. В Управлении образования города уже провели статистику и по остальным предметам. Если сравнивать выбор этого года с прошлым годом, то есть некоторые отличия в процентном отношении. На 3% примерно заявились больше на химию и на биологию выпускники. И на 4% больше выпускников будет задавать информатику по отношению к прошлому году. А вообще в целом в прошлом году у нас 460 было сдающих ЕГЭ. В этом году 417 человек, то есть несколько меньше. А тем временем в Министерстве образования Красноярского края рассказали, что нужно для того, чтобы получить аттестат с отличием. Если раньше достаточно было иметь пятерки по всем предметам за год, то теперь выпускникам нужно написать ЕГЭ по математике и русскому языку не менее чем на 70 баллов. Минимальный порог по русскому языку для получения аттестата 24 балла. Для поступления в ВУЗы 36. А для того, чтобы доказать, что ЕГЭ это не так страшно, в России прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26 февраля. Красноярский край и Канск в том числе присоединился к ней. В Канске на базе школы номер 3 все желающие и взрослые смогли написать работу, которая состояла из тестирования и сочинения эссе. Акция проводилась в формате деловой игры, где главной целью было ознакомление с процедурой проведения ЕГЭ, а не проверка знаний родителей. Каннские татары отметили праздник национальной кухни. Они собрали гостей и накрыли для них стол. Моя коллега Татьяна Блинкова попробовала некоторые из блюд и даже смогла добыть уникальный рецепт. «Дорогие гости, сегодня мы вас позвали на наш праздник. Угощайтесь, пожалуйста, все, что мы настряпали. Угощайтесь». От вида национальных татарских блюд у каждого разыгрался аппетит. Гости с нетерпением ждут дегустации. Представители диаспоры в Канске накрыли стол для гостей 28 февраля впервые. Дело в том, что в этот день родился известный повар Юнус Ахмедзянов, который придумал множество рецептов и написал немало кулинарных книг. Именно в честь него в Татарстане и учредили этот праздник. На праздник национальной татарской кухни представители народа приготовили множество блюд. И сейчас нам о них расскажут. Расскажите, что сегодня у вас на столе. Да, начнем с кастабе. Это у нас кастабе. Есть пресная лепешка, там внутри картошка. Она незащита, мы просто внутрь положили картошку. Это кастабе. Перемеч. Там с мясом у нас. Дальше идет у нас чак-чак. Чак-чак у нас по большим праздникам стяпают. Кроме этого, гостей угощали такими блюдами, как баурсаки, майоши. Блюда очень похожие на пончики. И блины фаршированные яблоками. Кастабей. Я первый раз вообще такое блюдо ем. Это по-русски, наверное, это простой вареник. Напоминает что-то вареник. Только запеченный. Запеченный, да. У нас вареники варятся в воде, а тут запеченный. Пригласить русских на свой национальный праздник татары решили не случайно. Ведь эти наши народы живут бок о бок. И даже некоторые рецепты русской и татарской кухни похожи друг на друга. На Руси издавна применялись многие секреты из татарской кухни. И мне кажется, процесс ассимиляции был долгим. И уже многие блюда, которые многие жители считают своими, имели татарское начало. И любое черепитие, это общение, это радость у людей. И такие мероприятия, безусловно, оказывают позитивное влияние на всех нас. После плотного обеда начались танцы и песни. Какой же праздник без музыки? Встреча оказалась очень душевной. Поэтому представители диаспоры в Канске планируют праздновать Всемирный день татарской кухни и в нашем городе ежегодно. Татьяна Блинкова, Александр Миниев, телекомпания «Канск», 5 канал. Хэппи-фит взял первенство края. В Сосновоборске прошли чемпионаты первенства Красноярского края по фитнес-аэробике. Они являются допуском на чемпионаты первенства Сибирского федерального округа. Девушки из команды «Хэппи-фит» представляли наш город в номинации «Степ-аэробика». Новая программа, новые костюмы и заряд на победу. Наши юниорки, девушки 14-16 лет, стали лучшими среди трех сильнейших команд. Составу помладше, спортсменкам 11-13 лет, пришлось побороться за золото с семью командами из Красноярска. Оба состава сумели завоевать золото. Сейчас команды готовятся к соревнованиям Сибирского федерального округа, которые пройдут также в Сосновоборске в середине марта. Таковы итоги этой недели. В студии была Анастасия Мосина. Всего доброго и хороших выходных. Создавайте праздничное настроение вместе с гипермаркетами «Алея». Колготки женские «Инканта Мисс 40 Ден» со скидкой 53%, всего 89,90. «Алея» – большой выбор низких цен. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Будьте внимательны на железнодорожных переездах. Внимание, внимание! Сообщаем заранее. Снова, как и каждый год, созываем весь народ. В город Масленица идет. Всех веселья и праздник ждет. Приходи и стар, и млад. Кто весне и солнцу рад. Скучать не придется. Всем дело найдется. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ